Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Когда же на рынке произойдет хоть что-нибудь? Что должно произойти, чтобы мы наконец вылезли из этого диапазона от 32 до 40 тысяч долларов? Многие скажут, должен произойти Илон Маск. Отставить скепсис, мы только начали. Твиты о биткоине на его официальной страничке стартовали еще в 2020-м, но самые громкие из них имели место в начале 2021-го. Именно они заставили рынок криптовалют сильно колебаться и в итоге достигнуть отметок, которые мы видим сегодня. И судя по этой визуализации его твитов, именно объявления и его, и Теслы заставили биткоин достигнуть своего исторического пика в 64 тысячи долларов, но затем они же обрушили этот рынок. Твиты, которые стартовали крах биткоина вот здесь, были посвящены майнингу биткоина и его влиянию на экологию. Эти посты от Илона Маска касаемо централизации майнинга и опасности для экологии со стороны биткоина были опубликованы в период с 12 по 16 мая 2021-го. Последний такой пост вышел 16 мая 2021-го, а уже 19 мая всего 3 дня спустя мы услышали, что Китай начинает атаку на биткоин. Сначала он запретил операции с криптовалютами, финансовым учреждением и платежным сервисом, но и этого ему было мало. Май так просто не закончился и череда китайских провинций начала запрещать майнинг криптовалют. И, наконец, в конце июня был нанесен последний удар. 90% мощностей по майнингу биткоина в Китае было отключено. Конечно же, сеть биткоина не могла этого не заметить. Хешрейт сети главной криптовалюты пережил крупнейшее падение. В середине апреля хешрейт биткоина достигал исторического пика в 200 терахешей. После запретов Китая падение хешрейта составило около 70% и на дне достигало только лишь 60 терахешей. Впечатляющий обвал, не так ли? Если посмотреть на карту распределения майнинга по планете, мы можем увидеть, что на Китай приходится 65% всего майнинга биткоина. При этом в самом Китае майнинг биткоина доминирует в той самой провинции, о которой писал Илон Маск, когда ругал биткоин в централизации майнинга. Это, конечно же, Синьцзянь. На нее приходится 36% майнинга в Китае. Какое же условие поставил Маск, чтобы Тесла снова принимала биткоины за свои автомобили? Когда появится подтверждение того, что как минимум 50% майнинга обеспечивается чистой энергией. Это его слова. В таком случае Тесла вернет биткоин в качестве оплаты за свои электромобили. Что ж, 90% мощностей в Китае вышли из сети, что видно на хешрейте биткоина. А обеспечены они были в основном углем. Если это так, то условия Илона Маска уже давно выполнены. Кстати, сами китайцы подтверждают это. Например, директор одного из крупнейших майнинговых пулов в Китае 15 июля 2021 опубликовал этот твит в ответ Илону Маску. Сейчас все майнинговые фермы в провинциях Синьцзянь, Внутренняя Монголия и Цинхай остановлены. Остались только фермы на гидроэнергетических станциях в провинции Сычуань. В настоящее время использование чистой энергии майнерами уже превышает 50%. Так собирается ли Илон Маск снова переобуться и вновь принимать биткоины, следуя тому самому плану? Тому самому плану Б. Это была шутка. Ведь разве может быть совпадением тот факт, что как только Китай массивно обваливает биткоин и его сети майнинговой мощности, Илон Маск будет выступать на конференции The B-Word. Посвященный биткоину и его майнингу, а темой встречи будет вопрос, как финансовые организации могут принять биткоин. Всего 2-3 недели назад Илон Маск согласился на предложение поучаствовать в этой встрече. Причем согласился на предложение давнего друга, о чем мы еще поговорим, Джека Дорси, создателя Твиттера и Square, той самой, что крупно вложилась в биткоин. Эти два человека, Илон Маск и Джек Дорси, имеют что-то большее, чем просто хорошее отношение между собой. Джек лично позвонил Илону Маску прямо на одной из своих презентаций, только лишь для того, чтобы Илон посоветовал ему, как улучшить Твиттер. А когда Джека Дорси чуть ли не выгнали из Твиттера, что достаточно иронично, Илон Маск поддержал его публично у себя в Твиттере. Он написал, что поддерживает Джека в качестве главы Твиттера. Цитата. «У него доброе сердце». А когда год назад аккаунты многих знаменитостей, в том числе и Илона Маска в Твиттере были взломаны, Илон лично позвонил Джеку, чтобы получить доступ к своему аккаунту. Так что да, Илон и Джек, как минимум, хорошие друзья. Но какую роль играет биткоин в их отношениях? Средства массовой информации почему-то называют дебатами и дискуссией то, что произойдет на встрече B-Word между Илоном Маском и Джеком Дорси. Они говорят так, как будто между Маском и Джорси есть большие различия, в том числе и по поводу отношения к биткоину. Как будто они никак не согласятся о том, что это такое. Но о каких различиях говорят в средствах массовой информации? Ведь единственная дискуссия, которая произошла между Маском и Дорси, вовсе не похожа на то, что их точки зрения по биткоину как-то различаются. Даже наоборот. В апреле Джек Дорси сказал, что биткоин побуждает к развитию индустрии возобновляемой энергетики. На что Илон Маск ответил лаконично. Так и есть. Также стоит обратить внимание на твит, которым Джек поделился к этому ответу. Фактически он поделился ссылкой на исследование ARKINVEST и Square Crypto о биткоине. Выводом этого исследования оказалось то, что биткоин является ключом к будущему обильной и чистой энергетике по всему миру. Связующим звеном между всеми этими фигурами ARKINVEST, Джеком Дорси, Илоном Маском и Square, по моему мнению, является Кэти Вуд. Вот он, ARKINVEST, тот самый фонд, который вместе со Square работал над исследованием биткоина и того, как он влияет на развитие энергетического сектора. Кроме этого, как ни странно, вот это совпадение. ARKINVEST является одним из ведущих мероприятия The B-Word, о котором мы уже говорили. Вот она, Кэти Вуд и ARKINVEST на конференции The B-Word. Поэтому неудивительно, что Илон Маск не смог не ответить под этим постом, в котором и Дорси, и Кэти Вуд из Square сошлись вместе. Илон Маск и Кэти Вуд, кстати говоря, тоже связаны. Это очевидно, если послушать их подкасты. И я нашел один из таких, который подтверждает все то, о чем мы говорили ранее. Этот подкаст можно найти в приложении Apple от февраля 2019 года. 2019. Еще тогда Илон Маск публично высказывался насчет биткоина, но в то время это проскользнуло мимо внимания широкой публики. Давай послушаем ту часть, которая подтверждает все то, о чем я уже рассказал. У меня есть немного другой вопрос, не совсем по теме. Просто эта тема становится все более популярной. Она касается криптовалют и цифровых активов. Криптовалют? Серьезно? Вполне. Очень серьезно. Думаю, вы и Джек Дорси уже обсуждали это недавно, не так ли? Все эти биткоины и эфириум скамеры заполонили весь твиттер, так что у меня не было выбора и пришлось присоединиться. Мою карту вообще заблокировали, у них там какое-то автоматическое правило, если ты пытаешься купить биткоины. Да ладно, я просто шучу. Тем не менее, учитывая вашу историю создания того же PayPal, интересно узнать, поддерживаете ли вы Джека? Он считает, что биткоин станет валютой интернета. Хм, на самом деле интересно иметь такого друга, который с головой вовлечен в криптовалюту. Я думаю, сама структура биткоина гениальна. Так же, как эфириума и некоторых других. Однако у них есть явный минус. Они достаточно интенсивно потребляют энергию. И, наверное, вовлечение в криптовалюты будет бесполезной тратой ресурсов Теслы. Бесполезной тратой ресурсов Теслы? Мы только что услышали подтверждение тому, что Илон Маск и Джек Дорси являются хорошими друзьями. Кроме этого, Илон Маск еще в 2019 говорил о том, насколько биткоин энергозатратен, и что ресурсы Теслы будут потрачены зря, если она будет вовлечена в биткоин. Но это было в 2019. А что же произошло в 2021? Тесла все же вовлеклась в криптовалюту. Она вложила полтора миллиарда долларов своих резервов в биткоин. Есть ли в этом смысл? Зачем компании спустя два года раздумьи вкладывать 10% своих резервов в биткоин? Только лишь для того, чтобы спустя две недели сказать, ой, мы же забыли о майнинге. И криптовалюта просто бесполезная трата наших ресурсов. Они бы и не вовлекались в криптовалюту, если бы у них не было конкретного плана. Конкретно для биткоина. Не так ли? Вот в этом уже есть какой-то смысл. Я уже снимал целое видео, которое было посвящено плану Илона Маска для биткоина. Ссылку на него я оставлю в описании. Обязательно посмотри, если не видел. Это хорошее дополнение к сегодняшнему выпуску. Но перед встречей B-Word нам нужно освежить это в памяти еще раз. Я думаю, и не без причин, что следующая версия Tesla Powerwall будет иметь возможность подсоединяться к криптомайнинговым пулам. Это компенсирует стоимость продуктов Теслы, связанных, например, с солнечными батареями на крыше и даже электромобилями. Так как домашнее хозяйство теперь сможет пускать излишки энергии не коту под хвост, а на майнинг криптовалюты. Откуда же такие выводы? Директор по разработкам в фонде ARK Invest Брэд Винтон опубликовал целую статью, посвященную этому. Она называется «Солнечная энергетика. Аккумулятор и биткоин майнинг». Самый главный абзац исследования гласит следующее. Используя реальные данные, мы стремимся показать, что майнинг биткоинов может стимулировать инвестиции в солнечные энергетические системы, позволяя возобновляемым источникам энергии генерировать более высокий процент мощности сети без изменения стоимости электроэнергии. Без майнинга биткоинов такая сеть будет работать до тех пор, пока предприятиям не придется тратить куда большее деньги, получая более высокую цену на электроэнергию. Однако, если в эту систему из солнечных батарей интегрировать майнинг биткоина, то поставщики энергии, будь то независимые организации или коммунальные предприятия, смогут играть на арбитраже между ценами на электроэнергию и биткоины. Кроме этого, продавать излишки солнечной энергии и выполнять почти все требования спроса к электросети без снижения рентабельности. Звучит немного сложно, но идея в том, что майнинг биткоинов сделает сеть более дешевой, рентабельной и продуктивной. Так что интеграция добычи криптовалюты в такие сети является большим плюсом в этом плане и большим развитием альтернативных способов электроэнергии, в которую начнут инвестировать. В этом же расследовании мы находим несколько интересных диаграмм. Эта диаграмма показывает, что электрическая сеть на основе солнечной энергии с интегрированным майнингом биткоина сможет удовлетворять до 99% спроса. Следующая же диаграмма подытоживает, что без биткоин майнинга такая сеть пожертвует дешевизной, ради того, чтобы удовлетворить все то же количество спроса, а значит и цена электроэнергии без интегрированного майнинга будет выше. Ну и вишенка на торте заключается в этом абзаце, в котором они пишут «Мы верим, что эти трехкомпонентные энергетические системы должны работать на всех уровнях иерархии, ведь они смогут создавать интересные возможности и на бытовом уровне, особенно если тепловые потери от добычи биткоинов будут использованы в каких-либо еще целях». И сейчас возникает еще один логичный вопрос. А зачем Арк Инвест проводит какие-то исследования на тему зеленой энергетики, солнечной электроэнергии и майнинга биткоина? Они же никак не связаны ни с тем, ни с этим, ни с энергией, ни с биткоином. Или же связаны? У Арк Инвест есть один ETF, он называется «Интернет следующего поколения». Какие же компании он в себя включает? Почти 11% это Тесла. Твиттер и Сквэр, созданные Джеком Дорси, в списке тоже есть. Также мы видим Грейскейл Биткоин Траст и, наконец-таки, Коинбейс. Все дороги ведут... Нет, не в Рим. Туда только футбол недавно приехал. В этом случае все дороги ведут в Арк Инвест. Поэтому ты должен послушать то, что сказала Кэти Вуд, директор Арк Инвест в мае этого года о Билоне Маске, биткоине. Почему Илон Маск решил критиковать биткоин, каким будет его следующий шаг и что привело к обвалу главной криптовалюты в этом году. Это очень-очень интересно. Давай послушаем. Я думаю, вот что случилось. Илон получил несколько звонков от институционалов и точно один от экологического, социального и корпоративного управления. Одним из этих институционалов был Лоренс Финг, глава BlackRock, компании, которая специализируется на экологии и изменении климата. Думаю, он и некоторые европейские товарищи неплохо так пожаловались, а европейцы экстремально чувствительны к климатическим и экологическим вопросам. Намного более чувствительны, чем американцы. Поэтому Илон решил переосмыслить ситуацию. Он захотел разобраться, чего он не понимает о влиянии крипта на окружающую среду. Думаю, он вдохновил индустрию на это более глубокое и аналитическое обсуждение. Я верю, что Илон станет частью этого процесса. Я думаю, он работает и над интеграцией майнинга биткоинов в экосистему Теслы. Возможно, он работает над этим вопросом с богатейшими провайдерами энергии. Он начал эту Теслу, чтобы спасти человечество от нас самих, от экологической катастрофы. Поэтому, я думаю, он будет развивать солнечную и другую энергетику, все эти крыши и поверволы еще быстрее, не ради личных причин, но из-за того, ради чего он создал Теслу. Мы никогда не инвестировали в солнечную энергию, потому что нам нужно убедиться, что спустя 5 лет, безо всяких субсидий и государственных льгот, эта индустрия сможет стать прибыльной и самоподдерживаемой. Этот биткоин-тренд может поменять это. Хорошее завершение спича. Биткоин может изменить это. Илон Маск и Тесла здесь для того, чтобы очистить майнинг биткоина и видоизменить будущее альтернативной энергетики. В этом больше нет никаких сомнений. И об этом он может рассказать уже на приближающейся конференции BeWorld, которая будет 21 июля этого года. Если ты слышишь, как кто-то говорит, что такое этот ваш биткоин, да он бесполезен, скинь ему это видео. А чтобы алгоритмы ютуба продвигали его, не забудь поставить лайк и написать комментарий. Больше лайков и комментариев, больше людей узнает о том, что биткоин меняет мир. А меня зовут богатейший Ди. Богатей. И до скорого.